Приветствую подписчиков и зрителей канала StartAndroid. Урок 30. В этом уроке мы разберемся, зачем нужны Request Code и Result Code в OnActivityResult. На прошлом уроке мы поверхностно рассмотрели, как вызвать Activity и как сделать так, чтобы она вернула результат. Рассмотрим немного подробнее этот механизм. Создадим приложение, которое будет вызывать два разных Activity и получать от них результат. Как мы помним, результат приходит в метод OnActivityResult. И Request Code используется, чтобы отличать друг от друга пришедшие результаты. А Result Code позволяет определить, успешно прошел вызов или нет. Создадим проект. Нарисуем экран в Main.xml. На экране TextView с текстом. И две кнопки для выбора цвета шрифта и выравнивания текста в TextView. Нажатие на кнопку будет вызывать Activity для выбора и получать обратно результат. Теперь код MainActivity Java. Определили экранные элементы, прописали обработчик кнопкам и пока остановимся на этом. Создадим два других Activity. Начнем с Activity для выбора цвета. Создадим layout-файл Color.xml. Создаем класс ColorActivity. Вот код для ColorActivity Java. Как обычно, определяем элементы, присваиваем обработчик кнопкам и реализуем OneClick. В OneClick мы создаем Intent. Затем определяем кнопка с каким цветом было нажата и помещаем в Intent объект с именем Color и значением цвета. Ставим статус Result OK. Указываем, что надо вернуть объект Intent в качестве результата и закрываем Activity. Для значения цветов используем системные константы. Аналогично создаем Activity для выбора выравнивания. Сначала layout-файл Align.xml. Теперь создаем AlignActivity Java. Здесь все аналогично, как и в ColorActivity, только работаем не с цветами, а с выравниванием. Не забудьте прописать оба Activity в манифесте. Теперь можем завершить код в MainActivity Java. Добавим пару своих констант в класс для удобства. Эти константы далее будем использовать в качестве requestCode. Допишем метод OnClick. Мы определяем, какая кнопка была нажата и посылаем Intent с ожиданием возврата результата. Два вызова отличаются классом вызываемого Activity и параметром requestCode в методе statActivityForResult. При вызове ColorActivity используем константу requestCodeColor, а при вызове AlignActivity requestCodeAlign. Эту константу мы обратно получим в методе обработки результата onActivityResult и по ней сможем определить, из какого именно Activity пришел результат. Давайте реализуем метод onActivityResult в MainActivity Java. Для наглядности пишем в log значения переменных. Вспоминаем, что в ColorActivity и AlignActivity в методе setResult мы ставили статус resultAk при отправке результата. Значит, в onActivityResult нам надо ожидать этот статус, как обозначение успешного окончания вызова. Если вызов прошел успешно , то мы смотрим значение requestCode. Если оно равно константе requestCodeColor, то вспоминаем, что мы использовали эту константу в методе statActivityForResult, когда отправляли запрос на выбор цвета. Значит, нам пришел результат этого выбора. Мы берем Intent Data и извлекаем из него значение объекта с именем Color и присваиваем это значение цвету текста в TextView. Константа ColorWhite в методе getIntExtra означает значение по умолчанию, то есть если в Intent не найдется объекта с именем Color, то метод вернет белый цвет. Аналогично для requestCodeAlign. Эту константу мы использовали для запроса выбора выравнивания. И если в методе onActivityResult параметр requestCode равен этой константе, значит пришел ответ на запрос выравнивания. И мы считываем это значение из Intent и присваиваем его атрибуту Gravity для TextView. Если ResultCode не равен ResultCase, значит что-то пошло не так. Выводим на экран соответствующее сообщение. Этот случай может наступить, например, если на экране выбора не делать выбор, а нажать кнопку назад. Давайте все сохраним и запустим приложение. Нажмем Color и выберем, например, Red. Цвет изменился. Смотрим Log. RequestCode, пришедший в метод onActivityResult равен 1. Все верно. Это значение константы requestCodeCover, которое мы использовали при вызове. ResultCode равен минус 1. Это значение системной константы ResultCode. То есть все верно. Пришел ответ на запрос цвета и его статус ResultCode. Теперь нажмем Alignment и выберем Write. Получаем выравнивание вправо. Смотрим Log. RequestCode равен 2, что равно константе requestCodeAlign. Значит, пришел ответ на запрос выравнивания. ResultCode равен минус 1. То есть ResultOK. Теперь снова жмем Color. Но вместо того, чтобы выбрать цвет, нажмем кнопку назад. Отобразилось наше сообщение об ошибке. Смотрим логи. RequestCode равен 1. Все верно. Мы запрашивали цвет. RequestCodeColor. ResultCode равен 0. Это значение константы ResultCanceled. Значит, вызов прошел неудачно. Ограничений на значение статуса в методе SetResult нет. ResultOK и ResultCanceled – системные общепринятые константы. Но вы можете свободно использовать свои значения, если в этом есть необходимость. Итак, подведем итог. RequestCode – это в некотором роде ID запроса. Задается в методе StatActivityForResult и проверяется потом в OnActivityResult, чтобы точно знать, на какой вызов пришел ответ. ResultCode – статус вызова. Задается в методе SetResult и проверяется в OnActivityResult, чтобы понять, насколько успешно прошел вызов. Если при вызове что-то пошло не так, то вернется системная константа ResultCanceled. На сегодня все. На следующем уроке узнаем, что такое URI и будем вызывать системные приложения . Всем пока!